Здравствуйте, дорогие друзья! Рад вас приветствовать на своем канале Зайцева Валентина. Ужаснейшее видео! Ну, значит, оно обучающее. Вы это уже знаете, что если я записываю на компьютер, на Zoom, значит, что-то будет интересное, полезное для нас, художников. Я сейчас занимаюсь заполнением сайта, помогаю Жене Офицеровой создавать сайт, заполнять картинами и оформляю картины в интерьер. Есть много способов вписать свои работы в интерьер, но в последнее время я очень часто использую мокапы. Кто знаком с полиграфическим дизайном, слышали, наверное, такое. Вот лично я сама не так давно узнала, может, год назад, но, может, два об этих мокапах, хотя сама в дизайне очень давно, больше десяти лет. В полиграфическом дизайне я вообще работала лет, наверное, 15 назад. Ну, может, тогда это не было так распространено, как сейчас. Вот, и я хочу вас с ними познакомить. Что такое мокапы? Сейчас я переключусь на демонстрацию экрана и все расскажу. Мокапы — это заранее созданные изображения и макеты, куда легко и просто можно вписать ваши работы, ваши картины. Сейчас вот я показываю, вот это как бы, это джипеги, это картинки, макеты, которые можно открыть в фотошопе и очень просто вставить ваши работы, не заморачиваясь с перспективой, с увеличением, уменьшением, цветокоррекцией. То есть это уже готовые такие эскизы, куда вот вместо вот это вот то, что там есть, можно вставить ваши. И я сейчас покажу, как это делается. Очень-очень просто. Изображение очень хорошего в основном качества в этих мокапах. Эти мокапы можно легко скачать в интернете, набрав в поисковике мокап скачать бесплатно или, если хотите, можете платно, если там какие-то хорошие макеты. Вот. И без проблем найдете что-то для себя. Я скачала себе для работы 35 мокапов примерно. Вот они все у меня тут в папке, и я хочу с вами ими поделиться, где их можно скачать. То есть они доступны в интернете. Я их не продаю, я их просто собрала, скачала, собрала с разных сайтов в одно целое и разместила у себя на страничке Boosty. Мне в последнее время очень нравится этот ресурс, очень удобный, доступный. Здесь есть как платный контент, ну, у меня лично, так и бесплатный. Вот мокапы – это как раз-таки бесплатный контент для вас, чтобы вам было удобно зайти и быстренько все скачать и пользоваться. Вот у меня восемь подписчиков, обязательно поставьте плюсик, подпишитесь на меня. Это единственное условие для того, чтобы скачать вот эти мокапы. И вот промотав чуть-чуть, вы найдете мокапы для ваших картин, так и называется. И здесь архивы. Пять архивов, которые нужно скачать на компьютер и разархивировать, и пользоваться. А как ими пользоваться, я сейчас вам расскажу. Так, пользоваться будем в фотошопе. Многие боятся этой программы и напрасно. Не нужно ее бояться. Во-первых, вам не нужно ее сложно устанавливать. Есть портативные версии фотошопа, и я часто рекламирую вам одну из этих версий. Вот у меня синий значок. Ссылку на скачивание этого фотошопа я приложу к описанию, в описании к этому ролику. Вы просто нажимаете на ссылку, вот к моему видео. Сейчас, секундочку. Вот портативный фотошоп. Описание раскроете к этому ролику, и здесь будет вот такая ссылка. Вы просто нажимаете по этой ссылке, и вас перекидывает файл-обменник. Здесь нужно будет скачать вот этот файл. Скачать. Когда вы скачаете архив, разархивируйте, то у вас на компьютере будет вот такая папка и синий вот этот значок. Просто перенесите этот значок на рабочий стол, чтобы вам было удобно им пользоваться, и, пожалуйста, работать нечего. Устанавливать не нужно. Всего там сколько-то? 100 чем-то мегабайт. А, ну, 316 мегабайт эта папка весит. Пусть она, эта папка у вас всегда хранится на компьютере, и будете работать в фотошопе. Давайте запустим этот фотошоп, который вы скачали, двойным нажатием левой клавиши. Если у вас не открывается двойное нажатие, то открывайте правой клавишей запуск от имени администратора. Я запускаю двойным нажатием левой клавиши фотошоп. Сейчас у меня загрузится. Если у вас компьютер слабенький, то нужно какое-то время подождать, все прогрузится. У меня слабенький компьютер, поэтому мы будем работать медленно с вами. Так, ссылку на свою страничку Boosty я тоже прикреплю в описании к этому ролику. Переходите, подписывайтесь, скачивайте эти макапы и работайте. Вот открылся наш фотошоп. Давайте откроем картину, которую хотим вписать в какой-то из интерьеров. Файл, меню файл и Open, открыть. На рабочем столе я уже тут скинула парочку своих картин, которые хочу вписать. Ну, давайте, допустим, ну, эти же цветы, которые у меня там в заставке, гортензии, открыть. Выбираю этот JPEG, и он у меня открывается в фотошопе. Вот у меня первая вкладка с моими цветами. Сейчас я открою вторую вкладку уже непосредственно с макетом макапа, то есть файл, открыть то же самое, и теперь я уже иду в ту паку, где у меня скачаны эти макапы. У вас будет какой-то свой путь, у меня свой путь сохранения. Так, сейчас найти еще много всего на компьютере. Вот они макапы, и я смотрю. Предварительно я, конечно, должна выбрать, какой подходит для моей работы формат и дизайн. Вот горизонтально явно не подойдет для этих гортензий, да. Вот этот макет слишком большой, тут работа 50 на 70. У меня эта картина 30 на 40. Поэтому я ищу, что мне подойдет. Ну, допустим, вот седьмой макет вполне подойдет для моей работы. Либо вот восьмой. Давайте восьмой. Восьмой макет. Я его открываю. Восьмая папка. Открыв восьмую папку, вы увидите непосредственно сам, само изображение и файлик фотошопа. Вот этот файл фотошопа мне нужно открыть. Ой, еще раз. Значит, открыть. Восьмая папка. И двойным нажатием подгружается у меня в фотошоп этот макет. Он потяжелее, поэтому подольше грузится. Вот у меня вот тут уже что-то мое было вписано. Сейчас я это просто как бы удалю и вставлю вот эти гортензии. Смотрите, ходить между вкладками мы будем сверху. То есть нажимаем левой клавишей мыши. Одну вкладку, вторую вкладку. Вторую. Смотрите. Макет макапа у нас состоит из нескольких слоев. В фотошопе есть вот такая вкладка LR с слои. Мы ее раскрываем. И здесь видим вот несколько таких слоев, четыре слоя. Макапы всегда обозначаются либо цветом выделяется, как здесь розовеньким, либо вы можете понять вот по этой кнопочке вот такая вот стучка. Сейчас мы должны зайти как бы внутрь этого изображения. Двойным нажатием левой клавиши мы жмем вот сюда. Вот сюда. Здесь нам окно выдает. Соглашаем. Окей. И мы перешли непосредственно в слой вот этого изображения. Вот у нас третья вкладка открылась. Сейчас мы сюда должны ставить все гортензии. Переходим в первую вкладку, где у нас гортензии. Здесь вот этой стрелочкой, черной стрелочкой из этого меню тащим напрямую. Вот прямо левая клавиша удерживаем и тащим-тащим в этот слой. И сюда вот переносим. Здесь соглашаемся. Окей. Окей. Вот она перенеслась. Картинка эта наша сюда. Ту картинку мы можем удалить, выделив ее. Опять же, эта черная стрелочка удалит. А эту гортензию, выделив, мы, во-первых, подтаскиваем к какому-либо из углов и теперь растягиваем пропорционально. Чтобы пропорционально растянуть, мы удерживаем клавишу shift и тащим вот на этот уголок. Вот она пропорционально у нас увеличилась. Так, себя уберу вот сюда. Все, завершаем действие вот этой галочкой. Вот она у нас растянулась. Теперь смотрите, мы должны сохранить то, что мы сделали. Мы жмем файл. Сохранить. Вот он у нас немножко думает, думает, сохраняет. Сохраняет, сохраняет. Ну, видите, компьютер немножко такой слабенький, поэтому долго думает. Может, у вас посильнее компьютер, побыстрее будет. Все, эту вкладку третью мы можем закрыть, нажав крестик. Закрыли. Переходим во вторую вкладку нашего интерьера. И вуаля, наши гортензии теперь уже в перспективе, в нужном положении в этом макете. Ничего тут не нужно там в перспективу уводить. И вот все дела. Еще смотрите, если мы перейдем на первую вкладку, немножко цвета у нас отличаются. То есть на этом макете еще и цветокоррекция уже подогнана. Подогнали цветокоррекцию, чтобы наша картинка вписывалась более реалистичнее. Все, теперь нам это нужно только сохранить. Сохраняем как JPEG. Файл. Сохранить как. Свет. И туда, куда вам нужно, в какую папку, я на рабочий стол. Пока сохраняю формат, обязательно выбираем JPEG. И называем, например, гортензии. Сохранить. Окей. Здесь живем. Все, свернем все и посмотрим. Где она у нас спряталась? Вот она. Вот наши картинки. Вот это наш макет. Все, теперь этот макет JPEG мы можем где угодно размещать на сайтах или там у себя в соцсетях. У нас готовый макет. Вот так просто. Давайте еще на каком-нибудь другом примере я вам покажу. Как работать с этими макапами. Так, открываем опять Photoshop. Тут мы все закрываем без сохранения. Мы макет уже сделали. Нам не нужно сохранять ничего. И здесь тоже мы закрываем. Открываем теперь, например, вот эту мою картину квадратную. Открыть файл. Open. И открыли. Да, картины уже должны быть откадрированы. То есть краям. Сфотографированы в хорошем качестве и откадрированы. Вот открыли первую вкладку с моей картиной. И теперь открываем какой-то готовый макап в дизайне. Так. Где они у меня сохранены? Диск. Макап. Так. И смотрим по превьюшкам, где у меня квадратный дизайн есть. Ну вот, например, да, 32 номер, квадратный дизайн. Либо вот 27 квадратный. Единственное, по габаритам не совсем вписывается. Но эта работа якобы подразумевала, что она у меня будет на заказ. Или для презентации просто, для поста какого-то. Поэтому давайте вот что-то выберем. Вот сюда, кстати, можно вписать. Ну, маленького, да, размера. Давайте вот эту вот белую, 32 номер. Идем в папку номер 32. И открываем файл фотошопа. Открыть. Вот. Здесь сейчас нам нужно найти, открыв слои. Мишка проснулся. Смотрите, открыв вот эти вот стрелочки, мы найдем еще множество разных слоев. Поэтому открывайте, как бы методом тыка изучать, и вы обязательно найдете выделенное вот это вот красненькое окошечко, непосредственно самого макапа. То есть вот двойным нажатием. Здесь тоже соглашаемся. Мы перейдем уже в этот слой, который нам нужно заменить на нашу картинку. Так, возвращаемся в первую вкладку. И черной вот этой стрелочкой из этого меню тащим левой клавишей, не отпуская вот в эту третью нашу вкладку. Опять, не опуская клавишу, мы помещаем нашу картину. Вот она поместилась в какой-то верхний угол. Смотрите, чтобы вот эти вот были активные галочки стояли. Тогда у вас будут вот эти вот квадратики. И удерживая клавишу Shift, мы растягиваем пропорционально чуть больше полей. Завершаем действие и сохраняем файл. Перейдя в наш макет, вторую вкладку, мы увидим, что наше изображение вписалось. Вот с тенюшечком это с порту все красиво. И осталось только сохранить файл, сохранить как, JPEG и в папку, куда вы хотите сохранить на рабочий стол. Сохранить. Все, тут соглашаемся. Давайте свернем все и посмотрим. Вот наш макет с нашей работой. Такой вот симпатичный. Так. Ну все, друзья. Значит, где найти вот эти макапы, я рассказала. Если будут какие-то вопросы непосредственно по макапам, которые у меня предоставлены, что-то непонятно там, непонятно, что раскрыть, куда вписать, и пишите обязательно в комментариях, и я потом проведу отдельный урок по вашим вопросам. Потому что знаю, да, что не найдете этот слой непосредственно, или что-то там непонятно, как вписать. Я обязательно все разъясню, объясню, и тогда у вас получится. Ну, в общем-то, вот и все. До встречи в следующем видео. До встречи в следующем видео.